Пожалуй, каждый, кто активно интересуется игровой индустрией, следит за новинками и может и не часто, но все-таки играет в видеоигры хотя бы раз, но точно слышал про E3. Electronic Entertainment Expo, так расшифровывается E3, некогда была самой крупной игровой выставкой. Каждый год, начиная с 1995-го, разработчики и издатели со всего земного шара приезжали в город Ангелов Лос-Анджелес и пару раз в Атланту, чтобы выступить с презентацией своей новой игры или консолью перед журналистами со всего света. С 1995-го по 2005-й год E3 представляло из себя огромное шоу на десятки тысяч человек. Лично для меня E3 всегда было самым ожидаемым июньским событием. Во времена, когда нам еще не провели интернет, моим порталом в новости из игровой индустрии был нынче покойный журнал Игромания. Ставьте лайк, если хотите ролик про Игроманию, кстати. Именно с этого журнала я узнавал обо всех анонсах с прошедшего мероприятия. Позже, в студенческие годы, я уже обзавелся интернетом. И в июньский день, каждый год, я не спал до самого утра, чтобы посмотреть выставку. Клянусь всеми богами, за всю жизнь я пропустил только одну выставку, и то только потому, что был в армии. Но даже там мне удалось узнать, что же происходило на долгожданной выставке, благодаря своему смартфону с выходом в интернет, о котором никто не знал. Помните мой ролик про то, что игры — это искусство, где мы сошлись на том, что искусство должно вызывать эмоции? Так вот, почти каждая конференция у меня вызывала просто шквал эмоций. Да, были провальные презентации, под которые хотелось уснуть, но все же я никогда не забуду, как разъебывал Фил Спенсер в 2021 году, и навсегда запомню потрясающего Киану Ривза, с которым я просто оргазмировал каждой мать его клеточкой своего худого тела. Даже сейчас мурашки пошли, как вспомню. Вы можете сказать, что я сильно впечатлительный, и будете абсолютно правы. Зато я получаю удовольствие, а это самое главное. Так вот, в этом ролике мы станем свидетелями того, как зарождались и погибали великие серии. Вы увидите противостояние и вражду крупных компаний, и узнаете, как вооруженные силы Америки набирали рекрутов в ряды американской армии. Ролик обещает быть большим, насыщенным и интересным. А я напомню, что вы находитесь на самом лучшем игровом канале, и мы начинаем. 1994 год Да, выставка Е3 началась в 95-м, но ее корни пошли задолго до ее начала. Дело в том, что до Е3 разработчикам интерактивных развлечений просто-напросто негде было демонстрировать свои продукты. Соответственно, разработчикам было сложнее найти издателей, инвесторов и покупателей. О них просто никто не знал. А игры в широкой публике считались чем-то детским и недостойным внимания. Многие большие и маленькие студии устраивали самопроизвольные выставки и размещались в большой палатке на парковке возле другой выставки, посвященной бытовой электронике. Как рассказывал Том Калинский из Sega, посетителям приходилось проходить мимо продавцов порно, чтобы попасть в игровую зону. А в один из дождливых дней дождь капал прямо на его консоли Sega Genesis, привезенной специально для демонстрации. А организаторы той выставки бытовой техники все время враждовали с бедными разработчиками и каждый раз пытались их прогнать с территории проведения мероприятия. Эх, лихие 90-е. И все бы так оно и продолжалось, если бы не Американская Ассоциация Издателей Компьютерных Игр. Именно они и создали и организовали выставку. Идея создания E3 возникла в ответ на необходимость создания централизированного места для демонстрации новых игр и технологий, которое было бы доступно для всех участников игровой индустрии, включая издателей, разработчиков, журналистов и других профессионалов. 1995 год. Первая игровая выставка E3 состоялась почти 28 лет назад, 11 мая в 1995 году в Лос-Анджелесе. На самой выставке было представлено множество новых игр и технологий, включая очки виртуальной реальности. Да-да, с добрым утром, VR-шлемы придумали давным-давно. Но, пожалуй, самым значимым событием выставки была презентация PlayStation, а такого термина, как Sony Boy, и в помине не существовало. На своей презентации Sony показали свою первую игровую консоль, Sony PlayStation. Sony очень переживали, но после показа все переживания как рукой сняло. Их настиг ошеломительный успех. И в целом, презентация Sony на E3 1995 года была важнейшим моментом в истории игровой индустрии, который помог установить PlayStation как одну из самых популярных игровых консолей. Но помимо Sony, компания Sega также презентовала свою новую консоль, Sega Saturn. На тот момент Sega была многомиллиардной корпорацией и главным представителем консольного рынка. И, конечно же, Sega не понравилось то, что Sony сделали свою консоль, да еще и дешевле, чем у них, всего 299 баксов. Так и началась открытая вражда между двумя корпорациями и начало пятого поколения консолей. Впрочем, это уже совсем другая история. А что касается игр, то на выставке, например, было сразу два файтинга. Опять же, один от Sega, а второй от Sony. Tekken Immortal Kombat. Вокруг второго было немало скандалов по поводу жестокости. Игру всячески пытались запретить или цензурировать, но все мы с вами знаем, чем это закончилось. Несмотря на то, что эта выставка была лишь первым шажком, E3 посетила более 50 тысяч человек, среди которых были, кстати, Майкл Джексон и Стивен Спилберг собственными персонами. А новости про выставку разошлись по всем американским ТВ-каналам. Это был успех и яркий старт для организаторов выставки. 1996 год. Выставка E3 1996 года была еще более впечатляющей, чем предыдущая. Многие известные игры, которые стали культовыми, были впервые продемонстрированы на этой выставке. Например, Square Enix впервые продемонстрировала Tomb Raider с ее треугольной, но такой горячей расхитительницей гробниц Ларой Крофт. Sony тем временем хвасталась продажами своей годовалой консоли, оставив Sega позади. А из игр Sony показали 3D-платформер Crash Bandicoot и эталонный хоррор того времени Resident Evil. Кстати, на нашем канале есть обзор последнего ремейка. Обязательно посмотрите и влепите лайк. ID Software дала поиграть в демку арены шутера Quake. На выставке не обошлось и без стратегий. К примеру, Blizzard Entertainment показала StarCraft. А Virgin похвасталась Command & Conquer Red Alert. Все эти игры впоследствии стали культовыми прародителями жанра и задали вектор развития геймдева в целом. Но королем балла стала Nintendo, которая показала свою первую 3D-консоль Nintendo 64 и Super Mario 64. С тех пор, кстати, у Nintendo все стабильно, а усатый сантехник Mario все так же приносит кучу денег большой N на пару с Зельдой. Кстати, если вы пользуетесь консолью Nintendo, то заглядывайте в мой магазин Nintendo eShopovich. У нас есть коды пополнения, картриджи, коллекционные здания и так далее. Вернемся к теме ролика. На этот раз выставка E3 стала еще масштабнее. Несмотря на то, что выставка проходила в том же месте, количество посетителей выросло. А количество компаний, участвовавших в выставке, перевалило за 500. А игр всего было продемонстрировано около 1700 штук. 1997 год. И из солнечной Калифорнии вместе с выставкой мы переезжаем в дождливую Атланту, штат Джорджия. Уже третья выставка по счету также не обошлась без стопроцентных хитов. Например, компания, созданная двумя бывшими сотрудниками Microsoft, показала инновационный на тот момент шутер от первого лица. Как вы думаете, что это за компания и что же это за инновационный шутер такой? Даю 5 секунд на раздумье. Время пошло. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Ииии это была Valve со своей первой Half-Life. В простонародье просто халва. Отпишите в комментариях, кто угадал, интересно, есть тут такие или нет. Те, кто не угадал, тоже пишите. Короче, пишите все. Так вот, халву до сих пор вспоминают с теплотой на душе, и это, наверное, единственная игра на моей памяти, в чью сторону я ни разу не слышал хейта. Но ни одной халвой едины. Помимо трейлера халвы были показаны и Metal Gear Solid, прародителя жанра стелс. Скворечники в этот раз привезли сиквел Tomb Raider. Эх, вот бы сейчас тоже пилили игры за год-полтора. Передаю привет беседке и рок-старовцам. Помимо Tomb Raider, скворцы также показали Final Fantasy VII, уже седьмую номерную часть одной из самых культовых JRPG. Многие фанаты финалки, кстати, до сих пор считают седьмую часть лучшей в серии. Также на выставке засветились и Rockstar Games со своей пиксельной Grand Theft Auto с видом сверху, в которой они показали огромный по тем меркам открытый мир, удивляющий свои свободы действий и интересные идеи. Изначально GTA не пользовалась сильной популярностью, но благодаря журналистам, которые всячески пытались запретить игру из-за обилия насилия, на игру обратили внимание геймеры. Эффект Барбары Стрейзент получается. В плане консолей у всех все хорошо. Sony показала обновленную PlayStation 1 Slim, а Nintendo купается в деньгах. Разве что у бедной Sega все никак не складывалось. Их игровые новинки блекли на фоне игр Sony и Nintendo, а консоль продавалась не так хорошо, как хотелось бы. В связи с этим Sega снизит ценник до 199 долларов, но это не то, чтобы сильно им поможет. Из-за переезда в Атланту на этот раз выставку посетило 40 тысяч человек. Связано это еще и с климатическими условиями. Помимо того, что в Атланте очень жарко, там еще и влажно. Находиться там, особенно на улице, было просто невозможно. 1998 Несмотря на то, что выставку 1997 года посетило на порядок меньше людей, организаторы не стали возвращаться в Лос-Анджелес и снова провели мероприятие в Атланте. Что там по анонсам? Nintendo показала The Legend of Zelda Ocarina of Time для Nintendo 64, которая стала одной из самых известных игр в истории, и, конечно же, принесла Nintendo еще одну огромную кучу денег. Также показали ту его кучу шутеров, среди которых был многострадальный тестостероновый долгострой Duke Nukem Forever, который выйдет только через 11 лет. Нуарный боевик Max Payne, инопланетный шутер с индейским колоритом Prey и еще много чего. Помимо этого, показали лучше, по моему скромному мнению, Resident Evil. Речь идет о второй части, разумеется. Также на выставке свет впервые увидел главного конкурента Resident Evil, Silent Hill, не менее значимая серия игр, которая на данный момент живет на последнем издыхании. Надеюсь, ремейк второй части не разочарует. Но я слишком далеко зашел, вернемся к выставке. Что там у нас еще? Electronic Arts показали Need for Speed 3. Близзарды выпустили StarCraft и показали Diablo 2. А на фоне того, что Sega 3 год не показывает ничего интересного, среди фанатов возникло сильное недовольство. Но ходили слухи, что Sega все-таки показала новую консоль узкому кругу журналистов, имя этой консоли было Sega Dreamcast. Те, кто видели эту консоль, предсказывали ей светлое будущее. Как же они ошибались. В 98 году выставку посетили рекордный на тот момент 70 тысяч человек. 1999 год. На этот раз организаторы решили покинуть суровую Атланту и вернуться в родной Лос-Анджелес. И таким образом, 13 мая 1999 года началась последняя для 20 века выставка E3. Начнем с демонстраций и анонсов. Компания Ion Storm показала получасовую демку самого первого Deus Ex, мрачного и технологичного стелс-экшена от первого лица в сеттинге Киперпанк. Начало великой серии с грустным концом. Но к грустному концу вернемся позже. Также пекари порадовали свеженьким Quake 3, System Shock 2, Третьей Цивилизацией и много чем еще. У Sega в этот раз дела были на порядок лучше, они показали 40 с лишним игр для своей новенькой консоли Dreamcast. Самые интересные из них были Resident Evil Code Veronica, Shenmue, Soul Calibur и конечно же Sonic Adventure, куда же без Соника. Нинка в это время анонсировала новую консоль под названием Dolphin, позже GameCube. Саму консоль они не показали, больше рассказывали о ее возможностях, архитектуре и о том, что их консоль мощнее, чем та, которую анонсировали Sony. А Sony в это время как раз показывали новенькую PlayStation 2, а вместе с ней и игровые новинки, демонстрирующие все прелести консоли нового поколения. Среди них были, например, Gran Turismo, Final Fantasy VIII и Siphon Filter. Точное количество посетителей неизвестно, однако, согласно официальной информации, выставку посетило более 500 компаний-участников. А сама выставка была расположена на более чем 500 тысяч квадратных футов. Это около 46 тысяч квадратных метров. По масштабам это была самая крупная выставка за все 5 лет ее проведения. 2000 год. Ну что, 21 век на дворе, как говорится. Будущее уже наступило. А вместе с ним и наступила уже шестая по счету E3. Во-первых, на консольный рынок с двух ног врывается не кто-то там, а сами Microsoft со своим Xbox. А самым главным хитом того времени стала HALA. Примечательно, что изначально она разрабатывалась эксклюзивно для Sega Dreamcast, но, как говорится, Sega в сделку не входила. И Microsoft, которая уже тогда скупала студии пачками, выкупила Bungie и позже выпустила игру на боксе и ПК. Sega что-то совсем не везет. То Sony маячит перед носом, то теперь вот еще Microsoft. Но, тем не менее, Sega не теряла надежд и все так же показывала игровые новинки для Dreamcast'а. Презентация Sony была слабой по сравнению с предыдущим годом, отчего компания столкнулась со шквалом критики недовольных игроков в свой адрес. Но все же анонсам Metal Gear Solid 2 удалось немного сгладить углы. У Nintendo все стабильно. Во-первых, накануне вышла портативная Game Boy Color, а во-вторых, они показали Mario Tennis, Pikmin и игру по покемонам, которые были очень популярны на тот момент. А из громких новинок в этом году компания Maxis показала первую игру в серии The Sims. Симулятор жизни, который и по сей день не имеет достойных аналогов. В общем и целом, выставка прошла относительно спокойной, и кроме Майков никто на этот раз не отличился. Идем дальше. 2001 год. Очередная E3 прошла все в том же Лос-Анджелесе 17 мая. Во-первых, почтим память Sega минутой молчания. В 2001 году Sega приняла решение не участвовать в выставке E3. Вместо этого компания решила сосредоточиться на других мероприятиях и презентациях. Однако это решение было частично обусловлено финансовыми проблемами компании. В то время Sega уже потеряла значительную часть своей доли на рынке консолей и игр, и не могла позволить себе тратить большие суммы на участие в выставках. E3 2002 года была примечательна в первую очередь консольными эксклюзивами. Konami наконец-то устроила предрелизный показ Metal Gear Solid 2, которая стала гвоздем программы на E3. Также были показаны Silent Hill 2, сиквел второй части с новым антагонистом и сюжетом. Многие фанаты серии до сих пор считают, что второй Silent Hill лучше Silent Hill. Я, кстати, среди них. И хоть Silent Hill изначально задумывался как эдакий ответ Резидентам, Team Silent удалось сделать очень самобытный и самодостаточный хоррор, который мало чем похож на Резиденты, да и вообще на большинство хорроров. Capcom привезли тестостероновый слэшер Devil May Cry. Один из самых ярких представителей слэшеров и основоположник жанра. Мало кто знает, но изначально разработчики делали Resident Evil 4, но из-за творческих разногласий разработку свернули. А из-за наработок, которые уже были созданы, получилось Devil May Cry. А многострадальный Resident Evil 4 выйдет еще только через 4 года. Rockstar Games показала Grand Theft Auto 3. На этот раз Rockstar сменила движок, тем самым полностью перейдя в полноценное 3D, что, конечно же, явно пошло игре на пользу. Геймплей заметно улучшен. Устраивать погони, взрывать кучу автомобилей, устраивать перестрелки с полноценной расчлененкой одновременно было как и большим удовольствием для рядовых геймеров, так и многочисленными судебными разбирательствами на почве жестокости в видеоиграх. BBC, кстати, сняла целый фильм Biopic об этих событиях с Дэниелом Рэдклиффом в роли Дэна Хаузера. Называется «Переломный момент». Посмотрите. Стоит ли говорить о том, что серия GTA прекрасно живет и чувствует себя по сей день? Думаю, вы и так хорошо знаете. Не вижу смысла останавливаться на 2001, так как все самое интересное мы посмаковали. Идем далее. 2002 год. Выставку Е3 многие разработчики решили не посещать, так же, как и простые посетители. Связано это с трагическими событиями 2001 года, когда два пассажирских самолета врезались в башни-близнецы. В связи с этим многие компании отменили свои пресс-конференции и стенды, а также были ужесточены меры безопасности на мероприятии. Тем не менее, Е3 2002 продолжалась и была успешной, несмотря на эти неприятности, и выставка не была обделена громкими хитами. Во-первых, показали кровавый Doom 3. На этот раз из арены шутера Doom превратился в хоррорный шутер от первого лица. Третий Doom для меня, кстати, был первым Doom, в который я играл. Ну как играл? Зашел и вышел. Страшно было. С тех пор я думал, что вся серия Doom это в первую очередь хорроры, но это не так, кроме как в третьей части разработчики больше не делали подобных экспериментов. Во-вторых, на том же Е3 показали сиквел оригинальной Dell Sex, а вместе с ним публики продемонстрировали и дополнения для Metal Gear Solid 2. Sony продолжала хвастаться своими эксклюзивами. Например, в 2002 году они показали Ratchet и Clank, а также GTA Vice City. На этот раз миссии стали чуточку интереснее, появился более-менее связанный сюжет, а главный герой обрел характер и заговорил. Лично для меня Vice City по атмосфере является самой лучшей GTA. Ох, сколько же я в ней времени провел. Несчасть. И да, сначала Vice City была эксклюзивом Sony, и только потом добралась до персональных компьютеров. А студия Valve продемонстрировала трейлер сиквела Half-Life 2, инновационного шутера от первого лица, который во всем превзошел первую часть. А самую необычную и в каком-то даже смысле странную презентацию устроили не абы кто, а американская армия. Да-да, вы не ослышались. Дело в том, что американская армия решила привлекать рекрутов среди геймеров прямо в преддверии войны с Ираком. Сделали они это креативно, с настоящим спецназом, боевой техникой и отработанными номерами. Но вишенкой на торте был анонс игры Америкас Арми. Вы только вдумайтесь, они даже свою игровую студию открыли под это дело, гордо носящую имя Америкас Арми Девелопер Стим. Игра разрабатывалась на Анриле и получила 82 балла на Метакритике. Нинтендо же, как обычно, показала новую Зельду и Супер Марио. Ничего принципиально нового не было. А, ну еще Метроид Прайм показали, первый Метроид, который был полностью в 3D, да еще и от первого лица. Но давайте двигаться дальше. 2003 год. Выставка E3 2003 года проходила, как всегда, в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, с 14 по 16 мая. Отметилась выставка, во-первых, новостями о том, что Sony снижает ценник на свою консоль на 20 долларов. Следом за Sony на те же самые 20 долларов ценник снизили и Microsoft на свой Xbox. В целом у обоих компаний дела шли хорошо, а в количестве эксклюзивов Sony немного обгоняла Microsoft. Но майки держались очень достойно и на этом E3 показали трейлер первой Fable. Одна из моих любимых экшен-РПГ, кстати говоря. На презентации небезызвестный сказочник и по совместительству геймдизайнер Питер Малинье воодушевленно рассказывал, что ждет геймеров предстоящей новинки. Обещаний было много, но далеко не всем из них суждено было сбыться. Однако это никак не помешало Fable стать одной из самых любимых игровых серий во всем мире. А вот за самим Питером Малинье закрепилась репутация знатного пиздецола. К самому Питеру можно относиться по-разному, но без этого человека никакого Fable точно бы не было. Предполагаю, что Питер и сам верил в то, о чем говорил. Но на дворе стоял 2003 год, и все реализовать у студии Lionhead просто-напросто не получилось бы. Еще один из самых интересных анонсов сделала THQ, показав тейдер небезызвестного всем нам, Stalker, который на то время имел подзаголовок Oblivion Lost. Тут, кстати говоря, ситуация схожа с ранее упомянутым Fable. Григорович тоже обещал золотые горы, скорый выход игры, продвинутый искусственный интеллект и идеальную оптимизацию, но, как итог, игра доковыляла до релиза лишь в 2007 году. За время от анонса на E3 до своего выхода, игру переделали несколько раз, а ее выход был под большим вопросом. О хорошей оптимизации речи вообще не шло, я прекрасно помню, как Stalker игрался на моем тогдашнем неплохом компьютере. На канале Stop Game, кстати, есть история серии Stalker, ссылочка в описании. Получается, у нас год невыполненных обещаний какой-то. Но зато Valve очень хорошо встряхнула публику, показав демо второй халвы. Чтобы пробиться на стенд Valve, люди стояли в очередях по 4 часа и не пожалели об этом. Вот что говорили об игре журналисты. Используемые в ней технологии просто умопомрачительны, и игровой процесс вновь размывает границу между игрой и кинофильмом. Эх, помните те славные времена, когда Ubisoft не делала конвейерные дрочильни в открытом мире с вышками и джиггернаутами? Вот я помню, славные были времена. Вот и в 2003 году, например, Ubisoft продемонстрировали первый Far Cry. Графонистый шутер в открытом мире от первого лица, за разработку которого отвечала студия Crytek, которая в итоге отделилась от Ubisoft и сделала Crysis, но о ней поговорим в следующем ролике. Также компанией Activision на выставке была представлена True Crime LA. В то время, на волне популярности GTA, многие студии и разработчики, желая повторить триумф Rockstar Games, начали делать свои так называемые GTA-клоны, а True Crime стала как раз одной из них. Первая часть серии во многом уступала GTA, но курс направления у неё был интересный. Вторая часть действия, которая развивалась в Нью-Йорке, мне, например, очень понравилась в своё время. Но хватит про игры, в 2003 году Sony решила подвинуть Nintendo с её геймбоем и анонсировала мощную портативную консоль нового поколения. Уже догадались, о чём речь? Правильно, это была PSP, пожалуй, лучшая портативка нулевых. Но они её лишь анонсировали, то есть полноценной демонстрации как таковой не было, а случится это только через год, в 2004. Е3 2003 года был очень интересным и насыщенным, и, пожалуй, именно тут мы остановимся, чтобы набраться сил к следующему ролику, который продолжит историю выставки Е3. В следующем ролике мы с вами вернём наш 2007-й. Понаблюдаем за противостоянием Майков и Сони, вспомним старые добрые хиты и многое другое. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если хотите побыстрее увидеть следующий ролик про Е3. Также милости прошу подписаться на мой телеграм-канал и оформить подписочку на Бусти. А я напомню, что автор ролика ваш покорный слуга Денис, а у микрофона Утенков Глеб. До новых встреч!